петербургские страсти 5 сезон четвертая серия тут однажды вот такое событие произошло ночью один дед значит стал по городу ходить расхаживать приставать ко всем дворник остатки снега там почищает а он его спрашивает говорит а вы сколько получаете дворник говорит я получаю много 100 тысяч вот там все жители выходят говорят из домов без лежащего это здравствуйте мы вас только по телевизору видели сейчас это живую видели ночью тут ходите мы вас и так рады видеть вас вот приходите к нам на чай с блинами вот и тут старушка бамбум показ в этом доме жила открыла окно и говорит ах бандит еще ходит тут бессовестный какой взяла ведро и прямо в ведро с окна как кинет так еще удачно что прямо на голову этому деду это это попало ведро ну дед аж начал бегать с ведром на голове но снять не получается так удачно на сбросила что так у него ведро на голове и осталось там тарушка выбежала говорит вот сейчас мы тебя бандит отправим в суд международный ходишь тут ночью к людям пристаешь он говорит да это не я я просто похожий играть настоящий дед которого вы хотите поймать он он вообще ночами то не ходит он вообще сидит себе спокойно и он бы так бы не появлялся бы здесь без снайперов без без охраны вот так вот это вы перепутали я просто похож на него у меня уж пожалуйста не выдавайте ну тут еще водитель синего троллейбуса подбежал с палкой он за шкалкой просто пошел на всякий случай палку с собой взял и говорит ах ты говорит какой вообще человек я из-за тебя на троллейбусах летаю к инопланетянам а вот если бы ты тут 20 лет нам мозги бы не компонсировал может быть уже бы спокойно я в магазине купал и как палка ему даст по ведро то ваш в ушах все зазвенело он горит ну граждане граждане да да не я я просто похож вот такой вот сон приснился старушки бам 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 бе тут на медне ну а фей эйкельдер эрик наор значит они и ирона они продолжали тусоваться по городу не однажды встретили настю говорят о привет как ты караоке бар идешь на ведь да нет я иду к моему одному знакомому в гости они говорят ну ладно можешь и нас взять мы хотим в гости тоже сходить они говорят он говорит ну вообще неудобно хотя он холостяк можно и взять вас но я ведь только не знаю столько много придется за в гости человек и попочевать то нечем у хотя он человек такой веселый гостеприимные пойдемте с нами пойдемте со мной говорит ну и пошел пошли значит эйклидер эрик наор и рода на плавитянке дальше пошли они с настей а настя шла к кому к водителю из троллейбуса конечно решил зайти до на него ведь не было надо вот зайти у заходит там столько пакетов стоит огромных он говорит ну вот опять за старых мышц тобой вроде бы медитациями занимались разными а ты опять тут хулиганишь и он говорит вообще настюха я не виноват это я ехал себе спокойно на троллейбусе рук на планете они подлетели иной майку полетели и вот ну теперь вот столько всего мы привезли она говорит да что ты несешь за ерунду нет никаких инопланетян вот давай лучше садись на подушку для медитации давай за дыханиями следи за глубокими дыханиями сначала следи чтобы расслабиться потом за медленными дыханиями а то и что-то про какие-то инопланетян устроил а рона говорит а почему это нет инопланетяна и есть инопланетяне мы сами у нас подруженцами прилетели вид вот видишь настюха чугурет награда это шутница и веселиться правда у них какие-то аппараты есть нам как-то на снегу устроили концерт коррешу танка это мы не на снегу можем давай до доставай прибор и достали прибор прямо на стене водителя синего требуется как стали фильмы всякие показывать там все такие залипли а а рона говорит а чё это у тебя тут за пакет видна вот такие у нас пакеты но эти говорят пунктам кем и такое не любим вот у нас есть до на нашей планете один гаврик он действительно любит он наверно с тобой вот и прилетал на ямайку вот вот ареста я бы собрался быть вот видишь настюха все правда они подтверждают что я не вру она говорит да ну и вообще на придумали но если вы и на плане тянки то докажите мне это я вот наверно ничего не понимаю мне нужны доказательства и хорошее оформление видео они говорят на видео мы оформлять не будем потому что это сразу ученые понабегут мы и так с красно-белым то ели разобрались вот спасибо фейки наше на там всех пораскидывал а тут еще кому-то что заказывать да ну его к черту говорит ну а тут раз цепоко решил стать формовый старичок бывшей который сейчас умер и стал на дам значит он решил стать духом цпк о специальном охранителем ну там специальный ритуал говорят здравствуйте присаживать А можно мне не только в ЦПКУ, но еще в других предлежащих пространств какой-то, ну, в принципе, можно вот на набережной, пока тебе еще нельзя ходить на набережной ЦПКУ, потому что там уж очень мощные наги живут, потому что это принадлежит Петербургскому Датсану Гонзвичи Ине, это место, поэтому там таким юнцам, там как-то еще нечего делать, а вот вглубь ЦПКУ, ближе к Финскому заливу, там вот входи, броди, занимайся делами, он говорит, ну, хорошо, а там как раз одна буддистка червей выкупила и решила их спасти, там ламы начитали молитвы, она вокруг Датсана прошлась, и червячков этих отпустила, ну, альфрамовый старичок вообще говорит, вот здорово, на меня тоже, значит, буддисты будут доходить иногда, чтобы червячков-то закопать, ну, потом, значит, дальше ходит такая, точнее, ну, это буддистка ходит такая и говорит, ну вот, сделал дело и гуляй смело, а в альфрамовый старичок, он белок стал пугать, как вспомнил мультик Интервийское привидение и стал бегать под спагой белок пугать, ну, белки говорят, что это за призраки тут бегают, с головами змеинами непонятные, ну, потом подумал, что, наверное, не очень хорошо делать, перестал бегать пугать, решил пугать кого-нибудь еще, залез на дерево, и как резко спрыгнет, а там тетка шла как раз, она как бы чувствовала, что на него как бы грохнулся, но она только не поняла, что произошло, она упала такая, говорит, ой, ты это на меня упал, непонятно, в общем, потом, прям у старичок дальше ходит, почти его на ковер позвали, начальство Инаковское, говорит, что ты хулиганишь много здесь, нельзя так вести себя, ты должен наказывать тех, кто безобразничает, кто мусорит, кто бранные слова всякие говорит, а ты тут всех подряд пугаешь, вот чем тебе белочки не помешали, и женщина, которая тут просто гуляла, он говорит, ну, понял, значит, надо, надо тех, кого наказывать, кто плохо себя ведет, он, значит, там, с утра на следующее утро встает, ходят, ходят там по своим владенецам по ковошным, а там какой-то таджик к девушке пристает, он тогда его стал пугать, он прямо появился, такой огромный, как трехэтажный дом, и таджик сразу убежал, испугался и убежал, а девушка не увидела его, вот такая история, начальство вызывает на ковер форму старичка бывшего, говорит, вот, вот это уже другое дело, вот так и надо поступать, а то и что-то устроил, во-первых, говорит, мы и так тебе честь оказали, в такой парк хороший тебя сделали духом-охранителем, а ты давай учись, будешь хорошим, вот тебе, кстати, мешочек золота, чтобы хранила вот твое золото волшебное, будешь все там оберегать его, потому что у всех у нагов золотые мешки-сундуки есть, я пока до сундука еще долго, вот тебе мешочек маленький, он говорит, о, здорово, будет мне теперь мешочек золотой, только, говорит, зачем мне, я все равно ничего не куплю, он говорит, а это так, то что, такие вот богатства специальные, магические, артефакт, говорит, такой, понимаешь, да и ничего не понимаю, говорит, вообще, странная какая-то у меня профессия, я бы, говорит, лучше тут чем-нибудь другим занимался, он, например, тут соседнее есть место Диваостров, там аттракционы разные, вот я бы, говорит, лучше туда, аттракционы бы запускал, работал, а тут ходи, броди, не пойми, что делай, он говорит, ты не заглядывайся там на Диваострове, там свои, знаешь, духи-охранители на Диваострове, а ты на чужой народ не назевай, ты выбрался по кого, вот и не упендривайся, он говорит, а можно мне хоть еще в других местах погулять, он говорит, ну, иногда можно по выходным, у тебя вот среда выходной, иди погуляй, ну, он пошел, во-первых, сточок в среду погулять, в Пелодземный Переход заходит, а там мужик на саксофоне играет музыку из Капитана Врунгеля, вот, а другой мужик идет, несет ведро, значит, воды, ну, он внес просто там специальное ведро, там машину помыть или что, прям по подземному переходу, ну, вот, там мустачок, значит, взял, отобрал у него ведро, и как на того мужика, который в Врунгеля-то играл на саксофоне, вылил эту воду, ну, мужик вообще не понял, что произошло, почему ведра летают, но все подумали, что это тот мужик, который ведро нес, он просто поскользнулся в переходе подземном, и поэтому ведро уронил, вот такая вот оказия произошла, ну, Вольфру, Олюфрами вообще устроил, ему опять на ковер вызывают, говорят, ну, ты совсем хулиганишь, сейчас мы тебя вообще отдавай на золотой мешок, что так себя ведешь, ты, говорит, как какой-то домовой себя ведешь, во-первых, это дух природный, нечего тут хулиганить, полтергейст какой-то, все, мешочек отдавай, отправлен, значит, в бессрочный отпуск, он говорит, а что же мне делать, а вот сиди здесь вот в ущелье между двумя деревьями, сиди тут и не высовывайся три недели, вот тебе наказание такое, и заколдовали его специально, чтобы он три недели сидел в ущелье между деревьями и не высовывался, а то расхулиганился что-то вообще, ни стыда, ни совесть. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, наши инопланетянки-то они у водителя синего троллейбуса сидят, кино смотрят на обоях, ну, все удивились, Настя говорит, да, ну, прибор это приборами, а вы еще какие-нибудь доказательства покажите, что вы инопланетянки, они говорят, да вообще в легкое, можем невидимыми ставить, взяли, щелкнули пальцами раз и исчезли. Ну, Настя вообще обомлела, говорит, елки-палки, я вообще не верила в такие темы, но сейчас, говорит, убеждаюсь, может, конечно, мне водитель синего троллейбуса дрянь какой-нибудь в чай намешал, ну, он говорит, не, Настюх, я серьезно ничего не мешал, я не такой, как бы, человек, чтобы что-то подмешивать, ты меня не первый день знаешь, говорит, это да, ты вроде друг надежный, говорит, как, кстати, твой-то этот мудильяние, он говорит, да, как, как, сейчас отцом не хочет знакомить, он говорит, вот как, он говорит, слушай, Настюха, может, раз такие инопланетянки у нас интересные, бахнем с треском с тобой, а, если инопланетянки, инопланетянки появились, говорит, мы сказали, что не любим это дело, но за компанию давайте, если набахнем с треском и будем смотреть приключения Домовенка Кузи всей серии, он говорит, а откуда вы знаете такие Домовенка Кузи, мультик такой, он говорит, а вот мы вот, мы и знаем, мы еще на своей планете Домовенка Кузи смотрели, но мы сейчас хотим бахнутыми посмотреть, как бы Домовенка Кузи, но они все бахнули, благо, столько пакетов у водителей синей троллейбуса и стали Домовенка Кузи смотреть, потом даже так насмотрели, что блинов им захотелось, они говорят, у тебя есть блинная мука? Он говорит, есть, ну, тогда Настюха пошла блины жарить, ну, эти там инопланетянки тоже там помогали, они говорят, а что вы паритесь, у нас есть официальный прибор, можно даже не готовить, вот, раз так, достали какой-то прибор, там, говорит, вот там сгущенки, 5 банок, а вот и блинов, целая кастрюля, ну, сиситно, очень вкусно все стало, но Настюха только говорит, ну, ладно, спасибо, все, сели, чай с блинами пить, водитель синей троллейбуса кофеек подпопивал, фун-фун-фун-фун, фун-фун, ну, потом такая еще старая история, приходят, вызывают старушку бамбумбу в участок участковый, говорит, вот, нашли мы тебе сантехника, который тебя украл, твой прибор, говорит, здравствуйте, а, бескрежая морда твоя, ну, где давай прибор отдавай, он говорит, вообще-то, я, говорит, у вас прибора, дамочка не крала, говорит, как ты не крал, ты же ходил до сантехника из ЖЭКа, после тебя не было ничего, он говорит, нет, нет, вы уж поверьте мне, я ничего не крал, а я, все чисто сантехника, по сантехнике, никакими другими безобразиями, кроме сантехники, я не занимаюсь, тем более, что воровство, ну, уперупанович Висолькин говорит, давай, признавайся, где прибор, телефон, со шлангом, а ну, признавайся, говорит, сейчас я тебе покажу, сейчас на бутылку у меня сядешь, это старушка говорит, не надо насилие, пожалуйста, устраивать, а он говорит, а как мы тогда выбьем, выбьем у него показания, если без насилия, вот, ты старушка не сторонница насилия государства, а как с этими преступниками-то, с этакими поступать, говорит, и начинает по затыльнике прямо отвешивать сантехнику, ну, сантехник говорит, помогите, помогите, убивают, что за кошмар, тут другой полицейский заходит, говорит, шо ты, Истулькин, опять безобразничаешь, мучаешь наших подопечных, говорит, да этот же гад, говорит, телефон он у пенсионерки украл и не отдает, говорит, да я не крал, честно, словно, не крал никакой телефон, говорит, ах ты, гад какой, а, давай быстро отдавай телефон, а то уши тебе оторву, и начинает за уши его дергать, он визит, орет, а полицейский за уши его свистунки дергает, ну, этот другой полицейский говорит, да отстань ты уже от его ушей, зачем ты так обижаешь-то человека, ну, может и правда не крал, если бы, говорит, правда не крал, а? Он говорит, да я, честное слово, товарищ начальник, не крал я никакой телефон со шлангом, ну, зачем мне телефон со шлангом, что за ерунда, я таких вообще телефонов со шлангами отродяйся не видел, зачем мне такое, я пришел чинить унитаз, там у нее душ был, унитазе, там как-то все сделано, не пойми как, я ничего не сделал, потому что не понимаю ничего в этих беде, говорит, вот именно, говорит, там, фарами вообще, говорит, чушуню ерундули, он не досмотрел, ладно, говорит, свободен, а старушка говорит, ладно, я верю, что он ничего не делал, а ты, говорит, стулькин вообще, зачем ты так мучаешь человека, говорит, а я сейчас тебя, старушка, буду мучить, за то, что единороссовскую морду веником бросила, а, вот так, говорит, ну, говорит, садись сюда, теперь на его место, сейчас тебя буду за уши дергать, она говорит, вот произвол какой, я тебе покажу, уши, говорит, я тут слышал, что ты по телефону рассказывал, что у нее сон свой, что ты ведро бросила в самого, за такие дела, знаешь, у нас статьи на 15 лет найдутся, а она говорит, что это получается, уже засны, что ли, сажаете, он говорит, я, говорит, за все готов, и засны, и не засны, ну, говорит, это вообще не мое дело, я просто участковый, учти, старушка, по тонкому лезвию ходишь, по тонкому, он говорит, ты вообще какую-то чушь несешь, и ушла, потому что бам-бам, похлопнула двери в участке, ну, а тут дальше видников, значит, пришел к окулисту, говорит, здравствуйте, это вообще курист, у меня вот зрение надо проверить, ну, там проверил, все, а окулист в это время пишет, ну, что за идиотка мне пришел, а дед как-то, кто ж такие сейчас свитера-то с оленями носит, полярник какой-то, а он мысли его читает, ну, тогда видников завизжал, говорит, ах, ты про меня так думаешь, свитер тебе мой не нравится, а окулист говорит, эй, эй, гражданин, не безобразничайте, он выбежал, дальше бежит, а там сидят тетки в поликлинике, одна думает, там, как горох консервировать, другой дядька сидит, там, все вспоминает, какая очень плохая, третий ругает, что не записаться ни хрена через госуслуги, в общем, мысли все их читает, и в ужасе бежит по лестнице, там идет тоже работница поликлиники и думает, что как бы, как бы, как мне все очертела эта работа дурацкая, в общем, тогда господин Веников понял, что мысли может читать людей, и он тогда вообще очень испугался и сел на троллейбус ближайший, который у поликлиники ехал, прямо вбежал туда, на остановку, а там тоже столько такой шум из мыслей разных у него в голове начался, но он подумал, все, приехал я, парень, надо, наверное, к психиатру идти уже, и о смысле читаешь людей, это надо уже к психиатру идти, но потом подумал, не, я к психиатру с таким пойдешь, запрут нафиг, нет, говорит, не знаю даже, что мне делать, это все, наверное, за студенты этого, что два пальца в розетку тогда нечаянно сунул, тот не отключил и шандарахнуло током, и теперь способности всякие инстанционные возникли. В общем, очень Винников расстроился, едет главный автоллейбус и все мысли там у него в голове, пассажиров, в метро спустился еще хуже, там еще больше людей, такой муравейник мысли у Винникова, что вообще, он тогда взял до Звездной, доехал на ближайшей маршрутке до Тосна, а там уж на автобусе 30-м до Шапульда своих доехал, там тихо, спокойно, говорит, не, ну вас нафиг с такими делами, взял, просто в Шапулях опять поселился. А чего там в Шапулях? Там у тети Галли только мысли, когда Винников деньги отдаст за жилье, ну и еще мысли там дяди Коли, когда там тракторист придет с 300 рублями, которыми он должен. Фум-фур-рум, фум-фум-фум. Ну вот, такие вот интересные происходили события, казалось бы. Но наши-то герои всего посмотрели Кузю, блинов наелись, и счастливые лежат, еще смотрят, книжки всякие. Может и музыку, говорит, какую-то включить, интересную, водитель Талебуса говорит. Девахи, говорит, не, ну эту музыку мы уже в караокебаре напелись, наслушались. Давайте лучше пойдем прогуляемся по городу. Красиво сейчас, весна начинается, такая уже, снежок, тает, лед тронулся, еще такое. Говорит, хорошо-то хорошо, только уж грязновато, местами скользковато. Вы, говорит, идите, девки, а я дома побуду, все, не хочу не пойти, на диванчике в полюшу. Говорит, ну ладно, давайте. И Настя тогда с нашими инопланетянками вышли на улицу, с Али гуляй, а там и сын Мудилья, они подбегают, ой, Настюха, Настюха. Ой, ты пропал, вообще-то меня игнорируешь. Он говорит, а это ты меня игнорируешь. Почему ты не можешь с отцом меня познакомить? Ну, отец-то, говорит, в Рим уехал, я-то что сделаю? Он до сих пор сейчас в Риме там отдыхает. Говорит, ну и вот, пока с отцом не познакомишь, вообще не буду с тобой общаться. Говорит, ну, это как-то негуманно. Ты как-то вроде бы добрее была ко мне, сейчас вообще такая стала вредная. Он говорит, ну, вот такая вот. Говорит, а что я тебе с подружки нового? Говорит, а это вот познакомься, Рона, Эйкельдер, Эрикнор. Станные имена, вообще таких, не понимаю, имен. Все какие-то ролевые ваши косплейские дела. Говорит, не, мы никакие не из ролевых этих дел, не из косплейских. Мы такие просто девчонки веселые. Она говорит, какое? А это, смотрите, идеально, какие-то вы как с ноглазые сегодня все девчонки. Ты, Настюха, ты у водителя-то лебуса, что ли, бахнула? Она говорит, нет. Ну, вообще-то, может быть, и бахнули немножко. Ну и что? Почему бы и нет? Она говорит, ну, ты же вроде инвитации, все дела. Сама его наставляла на правильный путь. Теперь ходишь тут, бахнутое по городу. Еще, говорит, у тебя сгущенка вон там на нижней губе осталась. Блины, что ли, ели? Сгущенка. Говорит, а может, и блины ели, а что такого? Очень даже вкусно. И еще Домовенко тоже посмотрели все серии. Он говорит, ну, ладно, Настюх, как хочешь, и этот, да, домой. Отец вернется, тогда и поговорим. В общем, решил тоже так ее поигнорить. Ну, ему, и говорят, девчонки, ну, и ладно, ушел, ушел, чего? Такого-то. Еще познакомить с батей. Куда ему, куда ему, говорит, деваться? Но Настюха говорит, да, действительно, некуда ему деваться. Вот. Ну, ведь, ладно, давайте, пока, девчонки, все в порядке. Счастливо-счастливо. А в это время Барабумба, тот, который не шпион, а тот, который Андрей Иванович, он, значит, ходил такой по окейу с тележкой, набирал всякую жрачку. Но он, в основном, окей говорит, приду, столько всего наберу. Потому что там музыка играет и начинает отвлекаться. То кастрюли наберет, то сковородок, то еды всякое. И, в общем, целые тележки так нагружал. Говорил, ё-моё, а ещё вот если к салатикам подойдёт, так вообще столько салатиков наберёт. Ну, бывает, даже в ту же кастрюлю перекладывает. И тётка говорит, зачем ты так делаешь? Он говорит, ну, не волнуйтесь, мне так удобней. Берёт там, кастрюлю купит, туда салаты переложит. Вот такой вот Барабумба вообще. Ну, в общем, на кассе там эти даёт уже упаковки, с которых салатик говорит, что-то у вас пустые уже съели что ли? Она говорит, я в кастрюлю переложил. А тётка говорит, кассир говорит, ну, вообще, я вы такие дикие понабираетесь. Она говорит, вы тут не говорите такие дела российские. Она говорит, да нет, просто зачем немытые кастрюли покладывать, может, тут кто руки сувал, а вы салатиками что-то запихиваете. Он говорит, ну и что моё дело, мне так и хочется. Потом приходил он в парк там или куда, что там, где было хорошее место, кастрюлю открывал, ложку доставал, там ложку тоже покупал, окей, и начинал ложку прям салатики кушать. Ну, все удивлялись, что негр сидит и с кастрюлей салаты ест. Говорят, ну, вообще, дикари какие. А на другом конце города другой Барабумба, который разведчик. Он тоже пришёл в таксофонную будку. Там одна таксофонная будка ещё была в городе на ветеранов какая-то задрипанная. Вроде бы уже не было, но на ветеранов одна осталась таксофонная будка. И то она где-то там в чёрточком дворе и не работала ни черта. Он говорит, чёрт возьми, что за ерунда. Стал искать по справочнику жёлтой страницы, где же будка-то эта телефонная, а нигде нету будок телефонных. Ну, говорит, ну и ладно, нету и нету. Я и так выполню задание своей родины. А тут ему звонят по телеграмму и говорят, срочно-присрочно передаём тебе информацию. тебе ямайские коллеги передали сюрпрайз один. И находится этот сюрпрайз в квартире одного дядьки. Ну, он говорит, хорошо, спасибо. Ну, тут, значит, сидит наш водитель синьор троллейбуса, отдыхает, даже не сидит, а на диване валяется. А тут звонок какой-то непонятный, номер ему говорит, он говорит, да, алё. А ему говорит, о, привет, дорогой, это мы с Ямайки тебе звоним. Он говорит, о, привет, а чего это вы меня тут беспокоите с Ямайки? Говорит, я хорошо, я тут отдыхаю с вашими гостинцами до сих пор. Он говорит, ну, да, мы знаем, что ты отдыхаешь, только тут сейчас к тебе один товарищ придёт, ты ему один пакетик-то должи. Он говорит, ну, я-то должу, хорошо, только вы заранее хотя бы предупреждали. Тут так на всех не допасёшься. Он говорит, не переживай, ему одного пакетика достаточно будет. Вот. Ну, а здесь он требуется, он говорит, ну, и ладно. Где-то дыхает, тут звонок в дверь, дзинь-дзинь. Он открывает, там воровом он станет, говорит, привет. Говорят, что мне что-то должны передать. Он говорит, да, на пакетик тебе хочешь, говорит, это дегуснуть, Барабумба говорит, а давай дегуснем, чего. Ну, проходят они, в комнату, здесь у него требуется, всё, зажигает, они походят с треском, и такие сидят. Барабумба говорит, а может, немножко посижу, тебя часик, позалипаю. Он говорит, да, давай, что-нибудь посмотреть, кинцо какое-нибудь. он говорит, да, музычку, может, какую послушаем, Боба Марли, он говорит, о, давай, Боба Марли, учили они там, Боба Марли, значит, вебест, фром, бест, и слушали там, наслаждались, реги. Вот такая история. Потом дальше, главное, реги, стали искать, даже нашли, ну, реги, совершенно свежие, от 3.7. На этом же канале можете послушать, поставить лайк, подписаться на канал. Всем спасибо, это была четвертая серия пятого сезона Петербургских страстей. Продолжение следует.